Открытая студия Ну что ж, я вот предыдущим нашим гостям задал вопрос Вы сюда добирались на трамвае, потому что говорили о трамвае А вот теперь вопрос к вам Вы сюда случайно не на САПах добирались? Ну почти, мы, как говорится, с корабля на бал Практически мы по суше редко ходим В основном все время по воде Но здесь пришлось на машину пересесть Против течения до вас далековато Сегодня нам удалось отдохнуть от САПа Потому что мы каждый день на воде Очень много народу сейчас приходит кататься У нас расписана очередь уже там до середины августа уже точно Там уже на сентябрь люди пишутся Несмотря на то, что это уже осень Но, как правило, в сентябре это самые шикарные, самые клевые каталки Потому что начинается вот эта золотая осень Когда берега просто загораются кострами Ну не в прямом смысле слова, да А там, ну фантастически Плюс вот эти пряные запахи Листвы Теплая вода Еще она не успела остыть Ну и ласковый ветерочек такой вот Это самые-самые комфортные Такие вот каталки получаются Ну для начала, да Я предлагаю напомнить Нашим радиослушателям о том Что такое сапсерфинг, что такое сапы Давайте сразу ошибку общую, которую новички думают о сапе Называй его сапсерфингом Сапсерфинг это одна из дисциплин сапбординга Очень много разных дисциплин в сапбординге Это сапсерфинг, саптуринг, гонки Бурная вода, слалом Очень много всяких вот дисциплин И каждый может себе найти что-то по своей душе И это никогда не надоедает Потому что хочешь кататься на пляже с детьми Можешь кататься на пляже с детьми Можешь взять с собой палатки, спальники Пойти в поход в какой-нибудь Можно пойти в экспедицию там на месяц куда-нибудь на сапе Можно участвовать в гонках Можно сплавляться по бурной воде Очень много всего, что можно А главное, что это все объединяет То, что мы сплавляемся на досках стоя с веслом То есть вот стоячая гребля Это вот как раз сап Но стоя не обязательно Для новичков, я так понимаю, можно и на коленочках Слой лежа У нас есть друзья, которые сплавляются только лежа Кладут большой герман-баул На него, как на диван, облокачиваются И весло используют только, чтобы отталкиваться от берега И тут у нас есть реки с быстрым течением Вот как раз можно сплавляться только лежа Ну сейчас даже сложно придумать Вообще представить, чем нельзя заниматься на сапе То есть даже йогой занимаются Но это уже совсем не новость Есть такое направление еще сапфишинг То есть рыбалка Это кто в принципе вообще никогда к рыбалке отношения не имел Ну буквально вот у нас на канале На ютубе вышел ролик Чисто случайно мы вообще не собирались ловить рыбу Ну так получилось, что и спинник с собой оказался И камера, и рыбы в этот момент еще клевал как надо Так там люди в комментариях пишут Я сроду вообще там А тут все, я хочу идти Это девушки пишут Я хочу приехать к планицу Ну вот, кстати, немножко о теме своих вопросов отойду Вот тут вытекающую У вас есть ютуб-канал, что вы снимаете туда? А вообще все То есть, ну казалось бы, что можно Ну вот эта доска, да Вот надо делать так Вот это берем сюда, идем туда Вот и все, казалось бы Ну какая там тема может быть Мы поначалу, давай напишем список Про что надо снять Мы начали писать И когда у нас там за сотню пунктов перевалило Мы поняли, что надо останавливаться И смысла в этом списке нет Вот просто, что любой вопрос где-то в комментариях задали Или еще что-то Или просто начали где-то в чате в общем обсуждать какую-то тему Мы видим, люди вообще не в ту сторону идут Ну просто какие-то даже технические вопросы обсуждают Ну заблуждаются, да Ну надо рассказать как правильно Вот, идем снимаем Это касается обучающих роликов И да просто даже вот выходим Наш обычный сплав Люди пришли, покатались Мы их поснимали И ни один сплав на другой не похож То есть это можно бесконечно все снимать А еще на самом деле Сапсерфинг это очень просто На первый взгляд То есть у каждого получится с первого раза У нас из-за этого 80% наших посетителей это девушки Потому что это самый простой спорт Где можно начать прям Легче только начать бегать Купил кроссовки и побежал А здесь вот ты взял весло И через 10 минут ты уже катаешься В конце дня ты уже можешь фактически ехать на соревнования Но это такое обманчивое впечатление Потому что есть очень много разных нюансов Как ты держишь весло Как ты его погружаешь в воду Где ты стоишь на доске Как ты перемещаешься на доске И вот об этом обо всем мы рассказываем на нашем канале То есть очень много нюансов И снимать и нам не переснимать еще несколько лет Хотя мы вот себя совсем не считаем спортсменами Нам даже приходится людей переубеждать Да, ну вот вы там марафон ходите Да, нам нравятся марафоны Мы любим там 50-70 километров сквозануть где-нибудь там Ну это классно, это интересно Но вот профессиональные соревнования мы не посещаем Там, ну не то что нам там делать нечего А ну просто чисто спорт это скучно Вот реально это скучно Хотя для тех, кто Ну может быть и раньше не занимался Да, в любом возрасте даже Пожалуйста, если вы захотели достичь Каких-то вот спортивных результатов, достижений Даже получить какой-то спортивный разряд Сейчас уже это возможно Да, при этом САП это уже олимпийский вид спорта И можно попасть на олимпийские виды спорта Занимаясь сапсерфингом, саббордингом При этом конкуренция, так как это новый вид спорта Конкуренция не очень высокая Среди гонщиков Приходят люди, которые Ну например, вот приходила девушка из лыж И она стала чемпионом мира То есть она вот из России девушка Она вот участвует в мировой серии И вот очень хорошо выступает Можно начать заниматься там детьми И добиться очень хороших результатов Если ты начнешь вот этим спортом заниматься У нас мы предпочитаем вот посещать Такого рода мероприятия, спортивного характера Различные фестивали спортивные Где есть и спортивная составляющая Туристическая, и культурная какая-то Там вот это безумно интересно, классно Там очень много народу приезжает У нас уже есть даже небольшая проблема Когда мы приезжаем на таком мероприятии Нам до воды идти раз в пять дольше Чем вот кто просто приехал Потому что каждый подходит Что-то спрашивает интересно Ну плюс мы свой контент вот этот еще снимаем Это потом из этого складываются Вот опять же такие интересные ролики Народ посмотрев их нам пишет Потом мы даже у нас есть такая шутка Что мы приезжаем вот когда к нам подходит И говорят, вот мы посмотрели ваш ролик И вот тоже приехали посоревноваться Все, то есть мы виноваты, что вы здесь оказались Ну да, вот И в итоге получается, что Ну реально как бы людей подсаживаем на это Ну не специально, разумеется Хотя всем нравится Вот Многие приходят к нам просто покататься Вот посозерцать Понаслаждаться там природой, рекой У нас очень красивые реки в Подмосковье Вот Причем мы еще не видим эти реки Мы ездим на машинах Как-то через мосты У нас даже было несколько раз Когда мы вот ездим каждый день через реку Вот какая-то Там даже реки не видно через мост Ты даже не понимаешь, что ты по мосту проехал Дорогой дорогой А потом, а давай там сплавимся Сплавились А это оказывается самая красивая река Самая уютная Куда можно поехать с детьми Куда можно поехать там всей семьей И там фауна Просто вот Мы думали, что все В Подмосковье не осталось там Ни птиц, ни животных Ни рыбы, ничего А там просто все кишит Вот мы часто и давно катаемся И уже как бы наших эндемиков Которые постоянно у нас живут Здесь Ну как бы уже не воспринимаем Они как фон там бегают И сейчас вот появляется все больше и больше Это безумно интересно Птицы, например Которые у нас в принципе здесь не живут Орлан и Белохвост прилетают На Ситре вот допустим У нас всю зиму прожил лебедь То есть он не смог улететь Я не знаю там Ну по каким причинам Он всю зиму в перекате жил Там вода не замерзает Его местные подкармливали там И вот сейчас он там остался Он сейчас уже может летать Он просто огромный как бомбардировщик Белый лебедь Ты плывешь по узкой речке И за поворот на тебя вылетает такая махина И он главное не боится И он пролетает над тобой До дрожи прям вот Люди не ожидают Стараемся сплавляться таким образом Чтобы зверей не беспокоить Чтобы гостям говорим Чтобы мысли близко не подплывайте И они нас уже не боятся То есть к нам может прийти там на стоянку норка Проверить наши рюкзаки Бобры не боятся У меня пока мысль просто еще не ушла Вот вы говорили про фестивали Буквально наверное 4 года назад Или 5 А может это ежегодное событие Был в Петербурге И там как раз таки собирали сапы Вот по Неве плавали Но вот когда ты на это смотришь Что они просто как бы Вот вся река как раз таки в этих досках И я даже не знаю как вот они плавают И получают удовольствие Потому что это было что-то похоже на московскую пробку А это вы имеете ввиду Фонтанка сап Это самое лучшее мероприятие в сезоне Мы на него как раз поедем В этом году 6 августа будет Мы уже все готовим костюмы Это фестиваль костюмированный То есть маскарад проходит на воде Прямо по центру города Можно проплыть Я напомню что лето еще в самом разгаре И не закончилось в Подмосковье Значит остаток нужно провести с удовольствием Например посетить один из самых популярных сап клубов В Подмосковье который расположился в Коломне О необычном увлечении говорим сегодня подробно С руководителем клуба Сап Тревел Коломна Сергей Глухов у нас в гостях И тренер клуба Алексей Фадеев Мы еще вернемся О культуре хочется поговорить Откуда к нам пришла эта культура Потому что раньше это не так было популярно Сейчас сапом можно встретить Каждого третьего кто находится возле водоема Даже каждого второго наверное Откуда эта культура к нам пришла Ну пошло все Вообще Здесь больше не от культуры Культура сама с серфинга Она пришла из Гавайев Естественно где катаются Все началось с того что придумали Технологию дропстич Ее реализовали И можно вот эти доски на которых мы катаемся Они стали надувные и компактные Обычная доска она метров 4-5 Ее хранить негде То есть сплавляться на ней неудобно То есть на такой доске большой А наши доски они надувные Сделали вот эту надувную технологию Это вот в начале 2000-х годов И все это стал бум Потому что сплавляться на сапе Это некое другое Другие ощущения В нахождении на воде Потому что сплавляюсь на байдарках На лодках Это другие Вот просто другие ощущения Даже вот Как бы сравним То что на лыжах И на сноуборде Разные ощущения А тут даже больше Большая разница Между байдаркой и сапом Потому что ты стоишь Ты сидишь Ты плывешь У тебя другой угол обзора Легче выйти на воду Легче сойти с воды У тебя нету бортов В тебе вода не заливается Он сам по себе не утонет То есть это безопаснее И намного проще начать И меньше физических затрат Из-за того, что у тебя больше рычаг Весло длиннее И у тебя меняются руки Отдыхают мышцы То есть это на самом деле очень просто Почему у нас так много девушек Приезжают Именно из-за того, что это физически очень просто При этом пройти вот там дистанцию Там 20 километров первый раз Выйти на воду И первый раз пройти 20 километров Это справится фактически любой человек То есть на реке без проблем справиться Это очень просто Не могу не спросить Вот помимо развлечений Вы занимаетесь очисткой рек Что вами движет? Ну здесь все просто Мы приходим на реку отдохнуть Понаслаждаться А для нас река это фактически дом Где мы живем Как жить-то, когда там грязно И когда вот У нас вот так и получилось Что вот мы раз пришли Два пришли На третий раз смотрим Там уже какая-то бутылка Банка плывет Ну как-то и неприятно Ну просто взяли, подобрали там и все А дальше это все по нарастающее начало Все больше и больше Мусора стало больше появляться И к нам гости приезжают Ну нам стыдно их везти На помойку, условно говоря Реально Вот если какой-то образуется завал Ну ветром дерево наклонило Ветки воды опустились Все, это как фильтр Там собираются прям вот Целые острова из мусора Вот и решили Один раз бросили клич Собрались Просто взяли мешки И мы за полчаса Целый автомобильный прицеп набрали Этого мусора Мы поняли, что это катастрофа Главное, что мы не ожидали Такого отклика от наших друзей От даже не друзей, кто нас не знаем Поехали чистить реку Столько неравнодушных людей Даже люди, которые вот видят, что мы реку чистим с воды Они начинают там собирать мусор на своих стоянках, где они стоят Помогают вытаскивать нам вот эти вот огромные мусорные мешки Что мы насобирали, грузить И отклик такой, что вот мы Ну, группу Собираем, очистить реки Мы собираем буквально за час То есть мы делаем клич Мы едем собирать реку У нас вот там через час, через два уже нету свободных мест Причем это приезжают люди Там вот не только из Коломны, да, наши местные Люди приезжают вообще И со всей области, и из Москвы едут Берут выходные среди недели Ну, мы стараемся это среди недели делать Потому что, ну, нам как-то надо выходные сформировать вот группы Вот, хотя очень много народу просится Я думаю, что если сделать основной деятельностью вот сбор мусора, да То нам даже просто поспать будет некогда Во-первых, его очень много Вот здесь еще такая фишка, что вот к любому водоему подойдите Вообще к любому, неважно, река, озеро, что угодно Его нет, его не видно Да, вот как только вы сядете на САП И подплывете к какому-нибудь там камышу или еще к кустам Там просто вот камазами можно вывозить И фишка в том, что вот САП, он прям, ну, можно сказать, как специально предназначен для этого Там очень удобно и безопасно собирать этот мусор Вы весло используете как лопату, там можно этот мусор стернуть Весло, оно двухметровое, можно издалека себе подчеркивать мусор Можно заезжать в кусты, в камыши, нету главных бортов Не нужно наклоняться через борт, чтобы мусор достать Ты себе подтащил бутылочку и на доску положил Все это очень-очень удобно Ну это здорово То есть получается, в принципе, да, вот если возвращаться к вашей территории отдыха Там и чисто, и природа, и комфортно Но вот как раз-таки перечень услуг, да, которые входят вот для людей для комфортного отдыха на вашей территории Что вы вот предлагаете? Ну, в первую очередь это обучение То есть у нас независимо вообще от вашего опыта и наличия там собственной доски Любой человек, который попадает к нам на сплав, он проходит инструктаж Прямо на берегу, прямо перед выходом на воду Иногда у нас бывают сплавы, когда мы проводим по два инструктажа за сплав То есть если у нас планируется прохождение там порогов каких-то, ну, на бурную воду ходить Там отдельно группа выводится перед порогом на берег И проводится дополнительное... Это в Московской области есть пороги, бурная вода, где можно сплавляться, как по горной реке То есть там, и это очень круто, это очень интересно, это очень захватывающе То есть когда человек первый раз видит вот этот вот кипящий котел Там, вы что, я туда не пойду, там, у девчонок слез на глазах Там, когда... Ну, в общем, самое страшное в этом, это наш инструктаж Вот, реально, его люди когда слушают, да ну нафиг, я нет, я что, да небось, и все нормально будет И буквально на первых метрах, на первых секундах, как они заходят на эту бурную воду Видишь, как у них меняется взгляд там с ужаса на удивление, потом на восхищение, на восторг И они уже бегом с воды бегут, можно я еще? Ну, ты только что плакала, вот нет, все, я еще Вот как дети на карусели, пока не накатаются, не уходят Все снаряжение мы выдаем, которое нужно Это доска, спасательный жилет, лиш, вода, гермомешки, чтобы вещи с собой взять Гермомешки под телефоны Если люди приезжают там со своими досками, там, мы спасательные жилеты выдаем Потому что многие, как бы, они безответственно относятся Не все знают, что это нужно Да, то есть Вроде, да что такое, да я хорошо плаваю Ну, замечательно, что ты хорошо плаваешь А вот мало ли что Требование нахождения на воде, это нужно, чтобы на борту был спасательный жилет И, кстати, вот это дело сейчас все более и более ужесточается Причем те, кто покупают свои доски Вот хочу обратить внимание, прежде чем выходить на воду самостоятельно Не в составе каких-то организованных групп, а просто вот вам захотелось Вы поинтересуетесь, в принципе, можно ли на этом водоеме кататься Потому что не везде это можно У нас очень много судоходных рек И не везде на реках есть адекватные судоводители То есть, опять же, когда идет группа, он вас видит Вот толпа идет, там все, они объедут А когда вы один, мы всегда призываем, одевайтесь ярко Вот тот же спасательный жилет, он, как правило, оранжевого цвета, его хорошо видно Или там кепочки специальные, такие оранжевые, для охотников продаются Вот мы такую моду ввели, можно сказать Смотрю, уже очень много народу таких катается Ты как поплавок, тебя видно Тебя не переедет катер там Ну и вообще надо на судоходных реках очень аккуратно быть И изучите, пожалуйста, правила нахождения на водоемах То есть, вы не судоводитель, вам не нужно знать Вы так думаете, на самом деле нужно На самом деле нужно знать, когда, где и как можно пересекать судовой ход Вообще, что это такое, как он обозначается Все это прописано, все это есть И это не очень много написано Прочитать это буквально за полчаса Это все эти правила вы прочтете и узнаете Это ваш комфорт, это ваша безопасность И в конце концов, даже если все нормально, все хорошо Вас просто не будут дергать на реке контролирующие органы в погонах То есть, если вы вылезаете туда, куда не положено К вам обязательно подъедут и попросят вас соблюсти эти правила Кто не знает, начинает возмущаться, спорить, что-то доказывать Зачем? Это не нужно Не просто так люди подъехали, они работают, они выполняют свою работу И надо как-то понимать Следующий пункт, который мы даем, это наше сопровождение на воде Вот, хотел спросить Да, то есть, мы всегда идем с группой У нас, вот Сергей, он профессиональный спасатель Он инструктор международной классификации Мы всегда сопровождаем, всегда помогаем, всегда подсказываем При этом, даже людям, которые уже катаются, мы можем подсказать что-то новое Подсказать что-то по технике, что ты делаешь неправильно, посмотреть со стороны Это все страхуемо, всегда рассказываем интересные истории То есть, большинство приезжают послушать просто вот наши истории Что мы им рассказываем У нас на каждый грибок весла есть своя история, своя смешная история Где кто как упал, где что случилось, где какая была ситуация смешная Но я так понимаю, что у вас групповые заезды и индивидуально никто не выплывает Нет, пожалуйста, можно индивидуальные занятия какие-то организовать Основное это группы, да, то есть мы возим группы Еще очень важная штука, это наш пикник Мы делаем большой всегда пикник Люди говорят, что приезжают к нам не сплавляться, а поесть А у нас из своих овощей, из своих фруктов Ну здесь давайте сохраним интригу, о том сейчас все расскажем Я думаю, что да, тут как бы в любом случае информацию о вас, я так понимаю, найти несложно Учитывая, что у вас даже есть ютуб-канал И наверняка есть какой-то сайт, где можно найти подробную информацию В трех словах от каждого, я просто не могу тоже не спросить В чем кайф для каждого из вас, это вот катание на такой доске Мы в три слова не уложимся, вообще Это не надоедает То есть, очень, как я начал с того, что очень много разных разновидностей Просто вот мы занимаемся уже больше десяти лет Это даже, наверное, 12 Нам это не надоело Мы каждый день на воде И каждый день что-то новое Что-то интересное Новые люди, новые места, новые локации, новые ощущения Вот если тебе что-то вообще в жизни надоело Да, вот, ну все скучное, серое Ты не знаешь, куда тебе дальше двигаться Вот все, дальше жить неинтересно Вот приходите Выйди на воду, вода это все заберет, весь негатив Она лечит прям, голову проветривая Там просто отстрел мозга И вот интересно, что вот Ну вот вы спрашивали про индивидуальные занятия Да, приходит иногда, вот человек хочет Я стесняюсь там в группе, я там устал от людей И целый день на работе так С людьми хочу один Можете, да, пожалуйста, приходи Вечерком полтора-два часа с тобой выйдем Позанимаемся Все, вот человек выходит Потом говорит Слушайте, у меня, вот я реально как перезагрузился У меня пришли нужные решения Хотя я вообще о своих проблемах не думал А сейчас я выхожу с воды Я знаю, как мне действовать дальше Что там, вот, хотя человек вообще о работе не думал Он там птичек слушал, там цветочки нюхал И на рыбик смотрел Ну прям очень заманчиво Вот и несмотря на то, что вы уже нам рассказывали О том, да, что у вас происходит на территории Мне кажется, можно еще раз так пять И не только пять, а десять раз рассказывать И у вас, как вы и говорите, много интересных историй Я уверен, что вы к нам еще обязательно вернетесь Лет в Подмосковье еще не закончилось Значит, нужно остаток времени провести с удовольствием Например, посетить один из самых популярных саб-клубов в Подмосковье Который расположился в Коломне О необычном увлечении говорили сегодня подробно С руководителем клуба САП Тревел Коломна Сергеем Глуховым Тренером клуба Алексеем Фадеевым Коллеги, спасибо, что пришли Пускай вкратце, но достаточно полезно Для каждого, кто хочет хоть раз в своей жизни Впервые встать на САП Спасибо Открытая студия